Самая большая неудача обернулась спасением Рудольф Верба и Альфред Ветцлер отвечали за архивы в Освенциме. Документация велась предельно точно. Немцы – известные педанты. По этой причине два еврея были хорошо осведомлены обо всем, что происходило здесь. И следовательно, они давно задумывались о побеге, чтобы рассказать всем ужасную правду. Один случай заставил их поторопиться. Как-то раз двое приятелей услышали разговор между немецкими солдатами. «Ты знаешь, – сказал один из них другому, – скоро должна прибыть новая порция венгерского салями» – так они называли евреев из Венгрии. Услышав о приближающихся страданиях венгерских евреев, Верба и Ветцлер твердо решили осуществить свой план побега как можно быстрее. Но как? Территория лагеря делилась на две части. Внутренний лагерь был окружен стеной, его охраняли вооруженные солдаты с овчарками. За всем, что происходило в лагере, также наблюдали свышек. В этой части лагеря заключенные ели и спали. И был второй подлагерь – вне стены. Там проходили разные работы, в том числе и строительство новых бараков. Эта часть тоже была окружена, и днем сбежать оттуда невозможно. Но ночью охраны не было. Значит, нужно было где-то переждать. Но как долго? Проблема заключалась в том, что немцы всегда считали и пересчитывали, сколько евреев возвращается во внутренний лагерь. Если кого-то недосчитывались, поднимали тревогу, приостанавливали работы и искали пропавших в продолжении трех дней. Следовательно, нужно было спрятаться где-то на три дня. Верба и Ветцлер решили скрываться среди бревен, где строились бараки. Они попросили евреев, которые складывали бревна в груды, оставить им нишу внутри этих груд, и там они провели три дня. Чтобы овчарки их не унюхали, беглецы обмакнули табак в бензин и обмазали этой смесью все вокруг. Им было известно, что такая смесь лишает овчарок обоняния. И вот уже при завершении третьего дня, когда пришло время выходить из убежища, совсем рядом они услышали голоса двух солдат. Куда же они могли пропасть, недоумевал один из них. Может, они прячутся в грудах бревен, предположил второй солдат. Но ведь собаки не учуяли их. У них, вероятно, могло быть какое-то средство. Давай проверим. И немцы начали разгружать бревна. Одно за другим, ряд за рядом. Всего лишь несколько рядов бревен разделяло пространство между ними и немецкими солдатами. Какая обида! Казалось бы, спасение было близко, а тут... Верба и Ветцлер понимали, что им осталось жить считанные минуты. Остался всего один ряд. Внезапно раздалась тревога. «Их нашли», — сказал один из солдат, и они тут же бросили свое дело и убежали. Прошло десять минут. Солдаты не возвращались. Полчаса их не было видно. И даже через час солдаты не вернулись. Тогда Верба и Ветцлер поняли, что они могут выйти. Это был их шанс. Они попытались убрать второй ряд балок, но были настолько ослаблены тремя днями голода, что не могли этого сделать. Пытались снова и снова, но тщетно. Неужели ничего не получится, и они должны будут тут умереть? Вдруг они заметили просвет. Вот он. Верба и Ветцлер убежали. После побега они написали известный отчет на 32 страницах, содержавший сведения о масштабе уничтожения евреев, а также чертежи концлагеря Освенцим. Этот отчет стал первой публикацией о Холокосте, получивший широкую международную известность в странах антигитлеровской коалиции и в нейтральных странах. А теперь задумаемся, что было бы, если бы солдаты не стали разгружать бревна в поисках беглецов? Испытанием было пробраться через один ряд балок, а если бы их было семь? Выходит, что то, что казалось им самой большой неудачей в их жизни, обернулось для беглецов самой большой победой и дорогой к спасению.